МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе Автопатруль 112. Во Владивостоке полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников. Он забирал деньги у стариков по схеме «Ваш родственник попал в беду». В багаже гражданина КНР таможенники обнаружили и изъяли почти 1200 чебурашек. Земельные участки в ключевом их хозяевам придется вернуть муниципалитету. Почти 1200 плюшевых чебурашек обнаружили уссурийские таможенники в багаже гражданина КНР. Мужчина приехал в Россию на автобусе. Внимание инспекторов привлекли 7 мешков весом по 10 килограммов каждый, в которых при досмотре оказались игрушки-чебурашки. По словам пассажира, свой плюшевый товар он вез другу для дальнейшей реализации. Права на мультипликационного героя чебурашка принадлежат «Союзмультфильму». Правообладатель потребовал привлечь злоумышленника к ответственности. Игрушки изъяты, перевозчику грозит штраф. Украл телефон у ребенка, получил статью. В Арсеньеве в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у ее несовершеннолетнего сына неизвестный открыто похитил сотовый телефон стоимостью 12 тысяч рублей. По горячим следам оперативники задержали и 22-летнего ранее судимого мужчину. Тот дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», то есть открытое хищение чужого имущества, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Вместо легкого заработка статья во Владивостоке полицейские задержали 19-летнего парня, который работал по схеме «Ваш родственник попал в беду». Он выполнял роль курьера. Неизвестный работодатель в мессенджерах сообщал адреса, по которым ему нужно было приехать забрать деньги. Полученные суммы молодой человек переводил на банковские счета, о себе оставлял 15% в качестве вознаграждения. Так, две пенсионерки лишились своих накоплений. Одна отдала 230 тысяч, вторая – 100 тысяч рублей. В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Фигурант уголовного дела заключен под стражу. Автомобилистам, которые ехали с Суханова на Убаревича, пришлось искать объезд. Причина – ДТП на подъеме попрапорщика Комарова. По словам очевидцев, грузовик покатился вниз и врезался в микроавтобус, а тот, в свою очередь, влетел в Субару. Причиной называют отказ тормозной системы у грузовика. Неудачно выдвинулся с автозаправки на Соловей-ключ водитель Субару «Импрезы», не пропустив идущий по трассе Ниссан Ноут. Он опрокинул последний. Но и на этом несчастья рулевого хатчбека не закончились. В Ноут влетел Хина. Водителю хатчбека потребовалась медицинская помощь. По данным Краевой госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Приморья зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия. Повреждения получили 79 транспортных средств. Пострадали 4 человека. К счастью, погибших нет. 12 земельных участков в коттеджном поселке Ключевой Надеждинского района изымут у нынешних хозяев и вернут муниципальную собственность. Местный суд удовлетворил соответствующий иск прокурора Края. Напомним, землю в обход процедуры аукциона чиновники Надеждинского района передали в собственность инвалиду. Затем 2 гектара земли были разделены на 12 земельных участков и проданы по рыночной стоимости. Прокурор потребовал признать сделку уничтоженной. Суд согласился с ним и постановил вернуть землю в муниципальную собственность. На чиновников возбуждены уголовные дела. Исполнение вердикта суда находится на контроле в прокуратуре. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон, присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова